Привет, Марина! Привет! Здравствуйте! Вы наши дорогие любители гладиаторских боёв. Сегодня у нас игра, которая называется Домина. И она расскажет нам о суровых буднях, так сказать, ну я не знаю, менеджера команды гладиаторов. Наверное, примерно так. Вот, тут сразу, знаешь, так мне понравилось, написано, эта игра содержит, ну как это сказать, крепкие словца и такие же крепкие ситуации. Вот, всё, в этой игре всё возможно. Так, новая игра, в игре совершенно ужасный интерфейс, просто ужасающий интерфейс. Мне сразу вспомнился этот фильм, с кем он там был, который гладиатор называется, собственно. Да, 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 который уже не так хорош, как в молодости. Так, в общем, суть в том, что вот у меня есть команда гладиаторов. Так, уже мы идём на бой, я выбираю гладиатора, я, конечно же, выберу своего самого мощного гладиатора и пойдём на бой. Так, 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 так. А у них какие-то параметры есть, я смотрю. Да, у них есть параметры, я сам в игрушку, правда, играл пока довольно-таки мало, но я думаю, что как-нибудь потихонечку разберёмся. Смотри, толпа ликует. Конечно, ликует, они требуют зрелища. Народ требует зрелища, да. Мой гладиатор, кажется, ведёт пока что. Он сам дерётся, да? Да, он сам дерётся, я не управляю. То есть здесь есть специальный апгрейд, который позволяет мне управлять самому, но я никогда не буду брать этот апгрейд, потому что я хочу, чтобы мои гладиаторы побеждали. Так. То есть ты думаешь, что твоё управление приведёт их, ну, ни к чему хорошему их не приведёт? Я уверен в этом, Марина. Так, я победил и получил, собственно, мой гладиатор победил, да, и я получаю 115 монет, получаю двух рабов и какой-то Serrated Poison Blade. Интересно, что это такое, я, честно говоря, реально не знаю. Я думаю, это какое-то оружие, наверное. Скорее всего. Так, я пойду его лечить. Вот тут я могу ещё нанимать всяких чуваков. Вот я могу приобретать гладиаторов. Блин, нет резюнгейм. Так. Что-то тут где-то у кого-то можно было покупать неписей. О, это что-то новенькое, кстати, по-моему, раньше не было такого. Благословение Юпитера. Ой, вот сюда лучше не ходить. Я один раз пошёл, там какой-то гладиатор-терминатор. Короче, его меня просто уничтожил нафиг. Так. Вот. Тут у нас мы приобретаем сейчас апгрейд. Можем приобрести рабов. А рабы зачем нужны? Вот они, рабы. То есть это вот обычные рабы. Я их могу экипировать. А, то есть ты их тоже можешь до гладиаторов прокачивать. Да, да, да. Именно так. Нет, они все гладиаторы. То есть это просто, понимаешь, это просто вопрос, как бы, экипировки. Да, именно так. А их ведь как-то в плане статов тоже ведь можно развивать? Можно. Вот Mind Control, кстати, о котором я говорил. Nimble Stance возьмём. В плане статов я, кстати говоря, не уверен. Можно выбирать им класс гладиатором. Видишь, у меня доступен на текущий момент только один. А Murmiel недоступен. Ritarius, Ritiari, точнее. Я не помню, к сожалению. Который с сетью. Русскоязычные названия, к сожалению, не помню, да, гладиаторов. Но вот я пока могу делать, грубо говоря, обычного. Только гладиатора бойца. С мечом и щитом. Да, с мечом и щитом. Вот у меня, кстати, долечился мой Диа. Так, я не понял, честно говоря. Тут я точно помню, что можно приобретать не PC. Ну ладно, неважно. Так, выберем гладиатора. Мой Диа готов уже, в общем-то, к бою. Я, по-моему, даже могу... А, нет, одного. В данном случае я могу выбирать только одного гладиатора. Кстати, довольно прикольная система. Я покажу после этого боя. О, это будет достаточно равный бой. Но я надеюсь, что Диа победит. Надо было ему... Надо было его хоть-нибудь заапгрейдить. Ну да ладно. Думаю, что мы победим. И после этого боя я, собственно говоря... Да, у моего гладиатора дамаг выше. Судя по всему, он один подлинный. Мне нравятся их анимации. Да, они прям фигачат. Такие прям такие... Дерзкие. Кстати, клево, что тут прям, знаешь, такая интеграция. Типа оп! Твитнуть-ка, реплей такие. Сразу. Дивайн-вижн. Ну, примерно то же самое я, в общем-то, победил. Так, его сразу лечим. И вот я могу его апгрейдить. Ну-ка, апгрейд. Даунгрейд и апгрейд. Клево. Так, заапгрейдим его, райт-кликом. Заапгрейдим ему оружие. И причем я могу, как видишь, каждый отдельный предмет экипировки ему апгрейдить индивидуально. Вот прям индивидуально. У него уже довольно крутая, вообще-то, надо заметить, экипировочка. И любые апгрейды... Ну, вот я, пожалуй, ему там только... Не знаю, сапожки я ему проапгрейжу, потому что сапожки, вроде бы, достаточно дешево. Так, можно сейчас уже заапгрейдить ему. Так, что еще? Щит. Ну, щит давайте заапгрейдим, к примеру. Вот это тоже. Так, вот. И он у меня такой уже, знаешь, посерьезней такой стал, мужикан. Сейчас я еще какого-нибудь... Вот у меня еще вот этот парень есть. Я, пожалуй, могу его тоже маленечко поапгрейдить. Так, оружие ему выдадим. Тоже Гладиус. Потому что, если уж не каким-то своим великим умением, так, по крайней мере, экипировочкой, чтобы он как-то врага брал наизлом. Так. Мне очень нравится, что эти поножи и наплечники, они отдельно окажутся апгрейдиться. Да-да, то есть я прям левый-правый могу прям по отдельности апгрейдить. Это реально клево. Мне нравится всегда. То есть, ну, с другой стороны, понимаешь, как бы, вот вроде бы это классно, ты там апгрейдишь как-то их по отдельности, да, но я, ну, как бы, не чувствую, скажем так, эффекта, понимаешь, от этого. Что вот я прям там проапгрейдил поножи и стало как-то круто. Типа, я почему-то такого вот у меня нет ощущения. Так, Nimble Stands я заапгрейдил. Теперь я могу Aimed Attack, Gladiator can attack the opponent left or right side. Ну, короче, какая-то, как бы, атака клевая. Почему бы и нет? Кажется, что должно быть что-то полезное. Вот, вот оно где. Вот, 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 вот. А, то есть, им нужно еще и пропитание покупать, воду, еду. Да, а у меня, как видишь, есть вода, еда и винишко. А винишко зачем? Настроение поднимать? Наверное, да. Так, что он делает? Duty Work, Freepid Fights, просто какой-то работник. Чернорабочий. Да, чернорабочий, типа. Ну, не знаю, Medicus. Вот, вот, Medicus, наверное, полезная штука. Наверное, я возьму себе Medicus. Кто тут еще у нас есть? Куча всяких, куча всяких чуваков. Вот, допустим, за 13 монет. Кто это такой? Bard. Мораль повышает. Кстати, я думаю, что это на самом деле... Ну, блин, вот тоже, я, понимаешь, типа их нанимаю, да, но у меня при этом водится... Ресурсы на них тоже тратятся. Да, на них тратятся ресурсы, вот в чем, как бы, нюанс. Так. И... Buy all. Ну, давайте за две монетки довольно много винишка можно взять. И за 10 монет довольно много еды. Все, ну, такой некоторый запас мы уже таким образом нарастили. Так, Барт, песнь вини... Ага, то есть он может специальную песню петь. Он за еду поет. Поет за еду, да. Ну, не только за еду, за все ресурсы, типа. Угу, угу. Трипмон спит. А, это какие-то апгрейды, я что-то не понимаю. Или это его какой-то... Короче, автохил давай. Будешь просто автоматически хилять, чувак. Так, и как мне провести какой-нибудь великий бой? Я хочу провести какой-нибудь великий бой. Вроде бы здесь это можно было делать. Attempt pit fight. For a small fee, you can challenge one of the gladiators in a prize fight. Так, окей. Что это за такой гладиатор, интересно? Палфуриус. Не знаю. Я что-то как-то, честно говоря, боюсь. Ну, давайте выберем своего самого классного гладиатора. Честно говоря, ссыкотно. Признаю. Но давайте попробуем. Блин. Ну, ладно, посмотрим. Возможно, мой чувак-то победит. А, по идее, в 4 раза выше дамага моего почти. Ну, в 3 раза, окей. Так, вода. Рабы, кстати, рабов можно продавать. Я думаю, что я продам сейчас пару рабов. Так. Ну, да, то у тебя какая-то толпа уже такая. Толпа голых мужиков. Которых нужно кормить. Да. Ну, причем... Ну, правда, знаешь, типа, раб продается за 2 монетки. Поэтому такой... Окей. Не такой уж это, типа, и крутой источник заработка. Но, в общем-то, они мне сейчас, вот на текущий момент, кажется, что не шибко нужны. Поэтому... Так, пикнем гладиатора. Крутой мой чувак. Не полностью еще вылечен. Давайте попробуем взять второго. Так. Так, Turtle, Agra. Блин, не знаю, что это все значит пока что. Потому что, повторюсь, что не очень хорошо, к сожалению, пока на всем этом разбираюсь. Но игра выглядит реально очень интересно. Это если бы у нее еще был, как бы, какой-то удобоваримый интерфейс. Ну, как-то он выглядит так, немножко, будто у него хитрая тактика. Ага. Это как это так? Шо это было? Что это за битва против калеки привязанного? Я не знаю, видимо, он как-то провиделся. То есть, это, понимаешь, это для него был челлендж такой. Для него это был такой специальный челлендж. Какое-то, по-моему, вообще убийство это просто было, а не бой. Почему мы этого парня не хиляем? Так, все, правильно, хиляем этого парня. Так, и... А вот этого, видимо, мы хиляем как-то автоматически. О, все, отлично. То есть, это вот как раз мой медикус. О, так. One of the daughters is to be... Ага. Одна из дочерей магистрата, члена магистрата женится. Что я могу сделать? Выходит замуж. Да, да. Так, черт их знаете, времена. Так. Free of charge, gift for... Так, explain to the magistrate, what you're a business person. Так, ну, пофигу, отправляем бесплатно своих гладиаторов на бой. Забавлять их. Да, да, мы потеряли бабки как бы на этом, но зато... Я думаю, получили уважуху. Да, получили уважуху именно в этом теме. Так. Бой. Ну, победа опять, короче, та же самая. Victory reward тот же самый абсолютно. И мы отправляем своего самого топового гладиатора опять на этот бой. И посмотрим. Я хочу прокачать посильнее гладиатора. И еще мне интересен вот именно момент с апгрейдами, которые мы можем там получать. Я думаю, что мой гладиатор сейчас быстро победит. А сейчас в целом... Ух ты, какой-то хитрый ход. Так. Слушай, мой победил, конечно, чувак. Но кажется, что какой-то бой был очень опасный. Очень опасный был. Так, давай его полечим. О, можно тренировать. Ну, хорошо, что выжил. Можно тренировать. Так. Так, можно... Во-первых, во-первых, можно дать ему вина. Снять стресс? А, почему-то при этом нельзя его хилять. Видимо, потому что он валяет с пьядой. Ну, пьяненький, ему нельзя антибиотики, понимаешь? И я ему... Нельзя мешать... Я ему прокачаю... Прокачаю еще оружие. Вот прям очень задорого. За 100 монет. Прям за 100 монет. Я прокачиваю... Что это там за оружие-то такое? Ну, тут, видимо, просто как бы, знаешь, уже когда какой-то тир такое оружие меняется, то, кстати, надо продать еще рабов. Какой-то тир сменился оружие, и уже оно прям стало такое. Дорогое. То есть всякое простенькое, а он там идет за какие-то мелочи, да? А вот уже дорогое оружие это... О-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть-ть... Два льва, привязанных цепями. И я могу выбрать одного гладиатора. Ну что, идущие на смерть привезут тебя? Ну посмотрим. Они примерно равны, эти чуваки. Хотя, возможно, даже вражески посильнее. О-о-о! Это конец. И Сидору спал. Это конец. Это очень дорого мне обойдется, потому что, насколько я понимаю, я при этом теряю весик и вип нафиг. Так, Мурмила трейнинг анлокт и Ритиариус трейнинг анлокт. Что нужно для того, чтобы, собственно, их получить? Так, 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 где эти Мурмила? Что к ним ведет, интересно? А, так. Вот так вот, что ли, надо сделать? Так, мне нужно натренировать какого-нибудь еще гладиатора. О, господи, Марин, ты не представляешь, как это, конечно, неприятно терять вот так вот бойцов. Но на самом деле, конечно же, неприятно мне. Ну, я понимаю, ты в них вкладывался, растил их. Да, на самом деле, конечно же, я горюю, как бы мы все понимаем, не по бойцу, а по той потерянной экипировке, да. Она очень дорого стоила, понимаешь? Эта экипировка реально очень дорого стоила. Так, ну, что там? Давайте так вот как-нибудь. Ну, как-то так. Я не знаю, сейчас потратил реально много чертовых денег. Смотри, когда ты гладиатора отправляешь в бой, ты можешь от этого боя отказаться, если там тебе не нравится противник? Не уверен, не уверен в этом. Сейчас вот следующий бой, когда наступит, все. Так, тот у меня, чувак, полностью вылечился. Давайте проведем, блин, против двоих бой, да какого черта? И при этом награда-то, reject terms, lose favor. Вожуху теряешь. Вожуху теряю. Да ладно? Че? Вожуху нельзя терять, Марина. Принять условия. Ты вот так вот отправишь его на верную смерть? Да, гладиатор каждый раз выходит на смерть. Ну, блин. Черт. Честно говоря, я надеялся, что он победит. Ну, по-моему, было очевидно, что они его уделают. Тяжела и неказиста жизнь гладиатора. Почему мне не возвращают хотя бы части квипа? Черт побери. Потому что победитель забирает все. Почему я не забираю все с победителей? В таком случае, если победитель забирает все, где тогда вот мое все? Ну, тебе же там дают денежный эквивалент и рабов. Ну, такое себе. Ну, вот. Ладно. Так. Еще что-нибудь на башку ему. Так вот. Давайте мне в бой. У меня 29 монет. Единственный гладиатор. Так, у него хоть за 100... Блин, у него даже оружие не за 100 монет. Кажется, я сейчас сдохну. Поэтому, как бы... Че такое? Нельзя? Нельзя даже бой провести. Ладно, я просто дождусь боя сам. И мое... Моя маленькая школа гладиаторов. Во. Люцинос. Давайте мне побольше награду. Черт, та же самая награда. Так. Выбираем гладиатора. Моего самого великого гладиатора. Он недавно таким стал. После смерти нормального гладиатора. После смерти он стал великим гладиатором. После смерти другого великого гладиатора. Ну, так всегда и происходит, Марина. До следующей очереди просто был. Ну, конечно. Это как бы как престола... Наследие. Так, кто у нас следующий, великий гладиатор? Кто ты из этих двух ребят? Черт. Ну, ты знаешь, мне кажется, что таким образом эту игру можно назвать как бы настоящим симулятором. Настоящим симулятором гладиатора. Потому что... Потому что... Настоящим симулятором менеджера школы гладиаторов. Потому что я проигрялся нафиг в пух и прах. А остался на бабах. Все римское сообщество... Черт, зачем я это сделал? Так, ладно. Мне просто кажется, нужно лавировать между принятием и непринятием боя. Возможно. Сейчас мы будем лавировать. Сейчас посмотрим, как он будет лавировать. Слишком отчаянно бросаешься в битву, не взвесив. Черт, смотри, как он лавирует. Шансы. О, боже мой. Вау! Ты видела? Ему из... Короче, он вышел без оружия. Поэтому ему из толпы кинули нож. Короче, чтобы у него был хотя бы какой-то шанс. И он поэтому смог нанести один удар. Блин, но ему это не помогло. Он сражался, как раненый зверь. Так. Заплатить три монеты мне уже нечего терять просто. Опа! Это еще что такое? Это что это такое? Откуда у меня этот парень? И он с сетью. Так, у меня есть шанс. Ну-ка, черт. Я не могу начать. Так. А ты никому? Я не отправлял на него учиться. Типа, знаешь, вернулся из университета. Да-да-да. Так, выполнится слово. Так. Это... Я чувствую, что это может быть моим последним вообще, в принципе, боем в моей карьере менеджера. Так, давайте. Сеть кидай. Ну, ты видела этого зверя вообще? Вообще монстр. Так. Ну, красавец. Красавец. Так. Я считаю, нужно дать ему, как бы, копье получше. Прямо вот все получше ему выдать. Так, что тут? Да он, в принципе, ты понимаешь, он главный... Он хорош. Вот он прям хорош. Но как-то странно, что он вообще у меня есть. Я не читал диалог. Возможно, просто кто-то надо мной сжалился. Понимаешь? Так. И мы пустимся в бой сейчас. Пустимся прямо им в бой. Недолеченным. На кураже. На кураже. Я думаю, это зря. Нет, на кураже. Нормально. Смотри, как он его. Ты видела? Зверюга просто. Не гладиатор, а зверюга. Так, лечить давайте. Надо лечить зверюгу. Так, продавать вот это вот все. Все вот эти вот ошметки какие-то непонятные, рабские. Так, все. Продать их. И на эти деньги купить ему апгрейд его замечательного орудия труда. Так, еще провести бой. Да блин, я хочу еще бой. Быстрее бой. Так, я помню, дизарминг изучили. И критик... Черт, это уже... Так, тренировка с тяжестями. Все, давайте. Буквально на последние деньги я провожу эти тренировки. И вот я все просто вложил в этого бойца. Все в него вложил. Все вкладываю в этого бойца. Давайте посмотрим. Смотри, вышел. Ох, красавец. Так, давай одним ударом. Что-то я за него волнуюсь. Одним ударом давай врага. Давай. Хрясиво. Двумя ударами. Ух. Моща. Ты чувствуешь эту мощь? Вообще. Так. Мне кажется, надо вот еще воспользоваться каким-нибудь вот этим штуком. Главное, чтобы ты его способности не переоценил. Будет больно его потерять. Я, понимаешь, я выдаю ему как бы карту отравленного оружия. Я говорю это шепотом, потому что никто не должен знать. Но я выдал ему. Он как оберин теперь у тебя. Да, 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 да. Отравленное оружие. Все. Выходим снова в бой. Пока можем. Так. 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 Там примерно такого же класса. А их можно переименовывать, кстати говоря? Не знаю. Но мне кажется, что мне нужно. Давай. Бей его. Давай. Вот так вот правильно. Вообще красавец. Сначала, понимаешь, один тычок отравленного оружия. А потом просто противник погибает от яда. Но это какая-то нечестная тактика. Это не важно. Марина, это не важно. Важно. Победителей не судят. Именно так. Победителей не судят. Так. Усилим ему броню теперь. У него будет вообще великая броня. Я бы на твоем месте его переименовала в Оберина. Вот будешь на моем месте. Переименуешь его в Оберина. Так. Чё-то ты какой-то дерзкий. Хорошая такая штука. Так. А теперь щит ещё. Щит посерьёзнее. Так. Смотри. Смотри. Вот это мужик. Так. В бой. Да вот так выглядит мужик. Вот так выглядит мужик римский. Так. Всё. Сейчас вот последний бой будем проводить. И мне кажется, он просто должен сейчас уничтожить противника. Просто он, противник должен умереть от испуга. Кстати, карта действует три боя. Понимаешь? Три боя. Опа. Чё это за фигня такая? Когда она такой подписался? Какого чёрта? Я тебе говорила, что ты ему не переоценивал. Подожди. Мне чё надо делать? Кликать там? Чё делать-то? Чё делать? Какого чёрта? Что надо делать? Чё делать? Чё делать? Ужасная игра. В общем, он, как и Оберин, погиб. Домина! Ребята, Домина. Не, игра на самом деле крутая. Жестокая и безжалостная. Да, вот именно, что жестокая, безжалостная. И именно это в ней хорошо. Я так считаю. Поэтому, если вас заинтересовала Домина, все ссылки в описании к этому ролику. Всем спасибо и пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»